Всем привет. Хемиенлинна, город и муниципалитет в Финляндии в провинции Канта-Хеми в губернии Южная Финляндия. Является административным центром губернии и субпровинции Хемиенлинна. Расположен озеро Ванаявесе. Площадь муниципалитета, 185,1 километра. Из которых 19,1 километра. Приходится на близлежащее озеро. Согласно решению Государственного совета, 1 января 2009 года к муниципалитету были присоединены Хауха, Калвола, Лами, Ренка и Тулос-Руэн. Расширение муниципалитета Хемиенлинна в 2009 году Фай. Город сначала возник как поселение около основанного шведским Ярландбергером в 1249 году. Замк Акроноборг или Тавастборг. Замок сохранился, в XIX веке был превращен в тюрьму для женщин. Это поселение получило права города в 1639 году по предложению генерала-губернатора Перабраги. В 1776 году был перенесен на более просторное место, где и расположен теперь. В окрестностях много красивых мест. Долина Ауланка с озером, защищенным от ветров. В 1862 году Хемиенлинна был связан с городом Хельсинки железнодорожной линией. Это была первая железная дорога, проложенная в Финляндии. В XIX веке, губернский город Тавастгусской губернии, живописно расположенный на берегу озера Ванаявесе. Жителей в 1897 году. Было 5436 человек, преимущественно финнов. Финский реальный лицей, казенный, два финн и один швед, частн, жон. Гимназии с приготовительными школами для детей обоего пола, один высшее и один низшее ремесленное училище. Во всех этих заведениях было в 1897-1898 годах. 494 ученика, 277 мал, и 217 дев. Народные и вечерние школы имели в том же году 459 учеников, 210 мальчиков и 249 девочек. Промышленность незначительна. В 1896 году. Насчитывалось всего 68 завет. С 429 рабочий и производством в одном 269-928 финн. Мар. При 4 паров. Двигателях в 57 лошад. Сил. Торговля невелика. Более значителен ввоз. Вывоз в империю. Масло, раков и тому подобное. Имеет малую ценность. Со времени соединение железной дорогой с империей имеет особую таможню, доходы которой в 1898 году. Равнялись 208-094 финн. Марок. Городские доходы в 1898 году. Равнялись 266-551 финн. Марок. Расходы, 182-704 финн. Мар. Городские имущества оценивались в 889-274 финн. Мар. Долг, 41-602 финн. Марок. Общественной помощью пользовались в 1898 году. 101 человек, то есть 1,8% жителей. Хемиен Линной является родиной композитора Яна Сибелиуса. Много выдающихся финнов являлись выпускниками учебных заведений этого города. Также из этого города происходит популярная фолк-металл группа Турисос. К 2015 году запланировано строительство большого парка для проведения различных мероприятий вместимостью до 100 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2006 года население города составляло 47,3 тысячи человек, 15-е по величине в Финляндии. Из всех муниципалитетов Финляндии Хемиен Линна вторая по количеству летних коттеджей. В начале 2009 года их было заявлено 7600. Достопримечательности. Крепость Хемя – главная достопримечательность города. Это самое популярное место посещения туристов в Хемиен Линне, а также она является конечной точкой Воловии Дора Геруен внутри страны. На территории крепости находятся несколько музеев. Исторический музей города Хемиен Линна. Артиллерийский музей Финляндии. Среди его экспонатов много орудий российского производства. Шестидюймовая осадная пушка образца 1875 года, шестидюймовая осадная пушка образца 1904 года, 42-линейная пушка образца 1877 года, 87-м полевая легкая пушка образца 1877 года и другие. Тюремный музей. На территории крепости ежегодно проводится средневековая ярмарка, отмечается праздник Иванова дня, устраивается крепость Джаз и многочисленные другие события в культурной жизни города. Дом музея Яна Сибелиуса. Художественный музей города Хемиен Линна. Спорт. Хоккейный клуб КПК, один из ведущих в Финляндии, чемпион страны 2006 и 2019 годов. Хемиен Линна. Футбольный клуб. В городе проходили соревнования по современному пятиборью в рамках летних Олимпийских игр 1952 года. В городе есть трек для мотогонок Ахвениста, на котором часто проводятся соревнования. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди, расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения, и удачи.